Здравствуйте, мы в магазине All Time и мы говорим о самых актуальных мужских моделях из коллекции магазина. Ну, так получилось, я прошелся, посмотрел витринам, подобрал то, что мне нравится, а понравилось мне исполнение в белом металле. Время сейчас такое летнее, жаркое, хочется что-то на руку прохладное, металлическое. Вот, и так получилось, что я подобрал три японских бренда, с них я и начну. Ну, пожалуй, я начну с часов G-Shock, почему-то они мне наиболее по душе. Ну, в общем-то, все мы знаем, что такое G-Shock. Это самые неубиваемые часы в мире, изобретены Kiko Eber в 1983 году. Но то, что я держу в руках, оно, в общем-то, и похоже, и не похоже на то, что было сделано и делалось, воспроизводилось потом многократно и воспроизводится до сих пор под брендом G-Shock. Вот, эти часы, в них воспроизводится дизайн корпуса тех самых первых G-Shock, которые выпускались в Casio еще 38 лет назад. Есть вот такой вот специфический корпус восьмиугольного дизайна, он один из самых популярных, хотя сейчас в коллекции G-Shock есть и круглые модели. Но, тем не менее, это такой омаж, то есть по части, так скажем, изначальному дизайну G-Shock. В этой модели, которая носит тот же самый референс, ну, так скажем, тот же самый цифровой референс, как и самый первый G-Shock, пятитысячная модель, этот дизайн выполнен в нержавеющей стали. И причем это вот, ну, я помню, когда часы были представлены на базельской выставке, ныне, к сожалению, наверное, уже не существующей, два года назад, в общем-то, она еще существовала, в 2018 году, когда бренд представил эту модель. Ну, в общем-то, G-Shock какое-то время вся эта коллекция, весь этот саб-бренд японского производителя Casio, он вызывал некие-то такие, так скажем, чувства, ну, не то чтобы тупика, коллекция развивалась динамично, но скорее он вызывал ощущение некой оторванности от современных тенденций в часовом мире. Casio, в принципе, такой достаточно самостоятельный бренд, он всегда стремится идти своим путем, в общем-то, достаточно мало смотрит, не очень-то придирчиво присматривается к тому, что делают другие бренды, действующие на этом рынке. Ну, вот в данной ситуации они решили все-таки немножко пойти по тому же пути, по которому идет большинство брендов, а большинство брендов, они, в общем-то, знали, что одна из самых популярных штук в часовом, современном часовом производстве, это часы спортивного стиля, и, как правило, это стальные модели, которые подходят ко всем обстоятельствам, ну, то есть, фактически, тема моего нынешнего обзора, сегодняшнего обзора. Вот, и, в общем-то, эти часы вызвали фурор, когда вместо черного пластика, ну, или там цветного пластика, такого пластика, косякового пластика, вдруг все увидели стальную модель Casio, вы видите стальной ободок, стальной корпус, стальная задняя крышка, ну, здесь она с таким черненым покрытием, и стальной браслет. И, в отличие от, в общем-то, такого широкого, в общем-то, общеупотребительного мнения о японских браслетах, как о чем-то таком не очень-то прочном, не очень-то массивном, здесь этот браслет, он, в общем-то, выполнен в прекрасном таком стиле, здесь хорошая массивная сталь, здесь прекрасная массивная застежка, раскладывающаяся, вы видите, толщину стали, это не просто штамповка из тонкой стали листовой, как это иногда бывает с недорогими часами, а эти часы, они все-таки еще сохраняются, в общем-то, в недорогой, в среднедороговой, среднедорогой ценовой категории. И двухкнопочная застежка, двухкнопочный способ ее открывать, ну, закрывается, вот вы слышите, с мягким таким шелчком, очень приятным. Ну, в общем, такая классная штука, совершенно стальная отделка, ну, конечно, это не топ-отделка, которая присуща лучшим представителям швейцарских брендов, но, тем не менее, мы понимаем, что швейцарские бренды, стальные часы швейцарского бренда могут стоить 10 тысяч долларов, 20 тысяч долларов легко и того больше. Вот, там можно разгуляться, там можно сделать любую прекрасную отделку. Здесь же бренд Касси, он ограничен необходимостью, он ограничен требованиями индустриального способа производства, но все-таки вот в этих условиях они умудряются сделать что-то очень приятное. Здесь вы видите сочетание полированных поверхностей и продольной шлифовки, ну, особенно впечатляет вот эта широкая восьмиугольная поверхность ободка. Я вот попытаюсь поймать, виден этот самый отсвет ободка. Вот, и если попытаться поймать отсвет от ободка, видно, что он шлифован, все грани, которые к нему примыкают, полированные. Ну, в общем-то, это такое-то впечатление от очень хорошо сделанных часов. Ну, естественно, это не механика, это цифровые часы, это же все-таки Кассио, а не какой там другой швейцарский бренд, который больше делает, полагается на механику. Здесь это чистая цифра. В общем-то, человек, который предпочитает цифру в таком высококлассном исполнении, в общем-то, это одна из лучших штук. Ну, и такая штука, о которой всегда приятно поговорить. Продолжим наш обзор тоже японскими часами. Это бренд Citizen на этот раз. Ну, Citizen, в общем-то, на этот раз, на предыдущий раз и на предыдущий-предыдущий раз. Это, как правило, стандартное исполнение. То есть, это титановый браслет, титановый корпус. Citizen один из первых брендов, который принес часовое дело Titan на серьезной индустриальной основе. Поэтому, в общем-то, всякий раз, когда надеваешь титановые часы Citizen, эта идея, она приходит в голову. То есть, в общем-то, несмотря на то, что это часы современные, выполненные в современном интегральном спортивном стиле, тем не менее, это такая частица истории часового дела. Здесь, значит, конкретно в этой модели использован кварцевый механизм с функцией хронографа. Соответственно, две кнопки, как положено, дополнительные счетчики и очень интересный циферблат. Циферблат выполнен по фирменной технологии Citizen EcoDrive, который позволяет заряжать механизм от солнечного света и, в общем-то, не требует смены батарейки из-за этого часы, что, в общем-то, очень приятно, когда покупаешь такие часы. Приятно знать, что всего-либо на всего носить их в светлое время суток, и все нормально, они будут исправно идти. И у этих часов очень интересный циферблат, вот основа циферблата. Я так подозреваю, что это какая-то электронная штука, направленная на то, чтобы часы исправно заряжались. Но, тем не менее, это очень похоже выглядит на какую-то гильеширную обработку, такое очень тонкое гильеше с такими шестиграничками. Ну, вот если как следует присмотреться, можно рассмотреть эти шестигранники. Ну, а когда в часах есть вот такая вот отделка, это всегда очень приятно. Это такая, ну, не просто зашлифованная ровная или заполированная ровная поверхность, а вот такой вот декор, специальный геометрический декор. В общем-то, этим часы интересны. Ну, в частности, примерно тем же самым более всего интересны часы вот эта модель Пресаж фирмы Сейко. Эта модель, это часть такой, так называемой коктейльной серии. Ну, в общем-то, история возникновения такого названия, она простая. На фирме Сейко, когда делали вот такие вот лучистые, полупрозрачные, ну, не полупрозрачные, как это сказать, лучистые, как будто светящиеся цветные циферблаты, которые чуть-чуть более светлые в центре циферблата, немножко уходят в тень, швейцарцы называют это фюме, то есть дымчатые циферблаты. В Сейко, как всегда, они идут своим собственным путем, и они решили придумать для этого свое собственное название. И они придумали название коктейль. То есть это часы коктейльной серии. Почему коктейль? Ну, просто потому, что коктейли часто делают цветными, добавляют соки, добавляют еще какие-то другие ингредиенты, чтобы получался и красивый такой яркий цветной напиток. Ну, и, в общем-то, вот такой вот немножко игристый такой, игривый циферблат, он японским дизайнером наполнил коктейль, поэтому эти часы называются коктейлями. Ну, как всегда, здесь все сделано в лучших традициях Сейко, здесь использована очень четкая полированная отделка стрелок циферблата и маркеров разметки часовой шкалы, так что, в общем-то, вот эти грани, они ловят свет и тени при малейшем движении часов, вот я сейчас пытаюсь это делать, они ловят все отражения, все тени, и за это время по часам определяется очень легко, даже если на часах нет люминесцентной разметки. Ну, а в основном, в остальном, это классическая Сейковская модель, автоматический механизм, очень солидный, хорошо сделанный стальной корпус, очень аккуратно сделан, один из самых приятных, вот из всей подборки, которую я делал в данном обзоре, браслет, такой прочный, массивный и с полированными центральными звеньями пятирядного браслета. Дальше уйдем немножко от японских брендов, следующий бренд это Жак Лиман, здесь, в общем-то, ну, поскольку у меня все шли браслеты, 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 я решил одну модель взять на кожаном ремешке, ну, в общем-то, это классика, здесь классик, так скажем, классические нарядные часы с функцией хронографа, если их так описать несколькими словами. Это хронограф, соответственно, мы ищем кнопки, их, в общем-то, ну, так скажем, там, где они есть, есть вот такие штуки, как бы выступы, продолжение защитных выступов, корректирующие головки. Вот это есть кнопки хронографа, вот сейчас я нажимаю кнопку запуска, она же кнопка остановки, вот, в общем-то, она так четко, с очень акцентированным таким шелчком срабатывает, приятно такими часами поиграть, когда все срабатывает четко и очень классно. В общем, это классический хронограф, который, ну, в основном, это костюмный стиль, конечно, он подходит под официальную одежду, хотя годится, разумеется, повседневным любом использовании, но, тем не менее, для меня это, конечно же, костюмные часы, вот такой темно-серый циферблат, он прекрасно дополняется кожаным ремешком, опять-таки, с крокодиловым принтом. В общем-то, почему это костюмные часы, особенно в нынешних, в обстоятельствах нынешнего жаркого лета? Ну, в общем, просто. Кожаный ремешок, часы на кожаном ремешке, в общем-то, не просто носить жару, рука под ними потеет, они такие, ощущение возникает, то, что часы прилипают, да и ремешку это не очень хорошо, он начинает портиться, поэтому костюмные часы, то есть ты надел костюм и пошел в офис, где все кондиционировано, где нет жары, духоты и все нормально, и кожаный ремешок прекрасно живет и в этих обстоятельствах, и даже летом. Пятая модель моего обзора, это уже швейцарские часы, тоже под жаркую погоду, то есть здесь всепогодные часы, металлический браслет, стальной металлический браслет, раскладывающая застежка. Это швейцарский бренд Swiss Militar Hanova. Ну, вы уже наверняка из моих обзоров знаете, что это за бренд, это бренд, который специализируется на часах милитаристского стиля, ну, они понимают эту тему широко, то есть они производят не только чистыми, там, милитаристские часы, которые выполнены по всем правилам, ну, так скажем, военного дела, использования в военном деле, но также те часы, которые просто, так скажем, стиль, стиль милитари для каждодневного использования. Это типичные такие часы спортивного стиля для каждодневного использования. Ну, естественно, сталь, стальной браслет, раскладывающая застежка. Кстати, вот здесь вот можно посмотреть, здесь вот эта дополнительная фиксирующая накладка, которая делает эту застежку, в общем, понадежнее. Сама собой она не расстегнется, потому что вот эту штуку, в общем-то, когда ты в перчатках, даже, в общем-то, не просто отстегнуть. Вот, только после того, как она открыта, браслет можно открыть. Надеть часы или нет. От милитари стиля в этих часах остались арабские цифры маркеров часовой шкалы и люминесцентная разводка. И такой серо-голубоватый спокойный стиль циферблата. Ну, в общем-то, если это милитари, то это такой максимально спокойный, максимально близкий к классическому стилю. То есть, ну, в общем-то, такие часы, которые подходят, чтобы их носить, ну, в общем-то, на отдыхе, куда-то даже на активном отдыхе, в отпуске. Ну, также и под костюм, в общем-то, в деловой обстановке, в официальной обстановке. Ну, такие, в общем-то, часы на все случаи жизни. Как, в общем-то, и все те, о которых я уже рассказывал сегодня. Спасибо за внимание. До встречи в следующих сюжетах. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok